Пятница 13-я стала по-настоящему черным днем для жителей сразу нескольких населенных пунктов Черноморского побережья. На этих кадрах любительского видео некогда спокойная река Шапсухо. За считанные минуты она превратилась в бурлящий поток, сметающий все на своем пути. Из-за сильных дождей уровень воды поднялся до критических отметок сразу на метр. В результате оказались потоплены 55 домов в поселке Лермонтово Туапсинского района и детский лагерь Политехник. Оперативные службы вовремя всех эвакуировали. Спасатели, да, они очень хорошо постарались, потрудились ради нас. Детей, а их в момент природной стихии в лагере было 126 человек, вывезли в поселок Новомихайловский и разместили в оздоровительном центре Нептун. Не менее сложная ситуация сложилась и в селе Дефановка. Жители заранее повестили о возможном подтоплении сотрудники ГИБДД и пожарной службы. Уровень воды в некоторых домах достигал полутора метров. Когда вода сошла, люди вернулись в свои жилище. В селе Архипаосиповка под Геленджиком выходные тоже выдались неспокойные. Был введен режим ЧС. И здесь власти и оперативные службы сработали оперативно. Вовремя всех эвакуировали. Во многом удержать ситуацию в населенных пунктах помогли принятые меры, которые губернатор озвучил неделю назад на Краевом совещании по чрезвычайным ситуациям. Тогда Александр Ткачев обратился ко всем главам с просьбой проверить все системы оповещения и немедленно заняться расчисткой русел рек. Сегодня очередное совещание в кабинете главы региона по ситуации в потопленных районах края. Все службы спасательные сработали на опережение. Очень эффективно сработала система оповещения, предупреждения, эвакуации. Люди были выведены за пределы участков потопления. И хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой акции, в этих спасательных работах. И в результате чего не погиб ни один человек, слава богу. Во многом оперативно отреагировать властям помогли прогнозы синоптиков. О надвигающемся циклоне метеорологи предупредили за несколько дней и даже спрогнозировали количество осадков. Правильно был сделан главой администрации и районными властями прогноз на проход этой воды. Пока вода находилась в Дефановке, вниз по течению проводилось отселение и вывод техники, людей и так далее. Практически, когда уже вода туда пришла, практически там людей не находилось. Капризная погода проверяет на прочность Топсинский район практически каждый год. Поэтому и местные власти всегда готовы к любому повороту событий. И сразу организовали пункт для эвакуации людей и оперативный штаб. Ингинцы не помнят историческую память людей, проживших по 80-90 лет, не помнят такого разлива. То есть вся Лермонтовская долина была залита. Там у нас 75 домов и 8 гостевых. В целом ситуация была под контролем. Дальше уже подъехал и в большом объеме весь Кубань-Спас уже подъехали. Из других городов, из Геленджика тоже нам помощь пришла, из Абширонска. В пострадавших от ливней районах сейчас идут восстановительные работы. Задействованы бригады энергетиков и отряды спасателей Кубань-Спас. Свою помощь Геленджику и Туапсинскому району предложили Сочи, Краснодар, Тихорецк и другие муниципалитеты. С пострадавшими работают комиссии, которые обходят дома и оценивают ущерб. Нужно, конечно, побыстрее определиться с объемом материальной поддержки всем пострадавшим от паводка населенных пунктов, прежде всего. И прошу вас в каждой конкретной ситуации подойти индивидуально, и чтобы никто не был забыт, и с максимальной точностью отнестись к людям. Они оказались в тяжелом положении. Кое-что потеряли из имущества. Нужно поддержать и выплатить все финансовые выплаты, которые, в общем-то, положены по федеральному краевому законодательству. Режим повышенной готовности на Кубани сохраняется. Его никто не отменял, еще раз сегодня заявил Александр Ткачев. Все экстренные службы должны быть на чеку. Почти весь июнь будет дождливый. А на 18 число синоптики вновь дают неблагоприятный прогноз. И не исключено, что из-за сильных осадков реки вновь выйдут из берегов.